Сегодня фунт явно подвергся откровенной спекулятивной атаке, так как никакого иного объяснения его продолжающемуся снижению просто нет. Даже информационный фон по большей части благоприятен для британской валюты. Давайте разбираться в причинах такой динамики. Последние отчеты по финансовому сектору показывают, что несмотря на Brexit, Лондон по-прежнему остается финансовой столицей Старого Света. Конечно, за последнее время фунт сильно вырос и поднялся до двухлетних максимумов, и в общем-то назревала коррекция. Но масштабы и темпы снижения фунта говорят о чрезмерной спекулятивной составляющей. Вместе с тем, сегодня фунт вполне может продемонстрировать уверенный рост, правда уже после открытия американской сессии. Причиной разворота станут данные по инфляции в Соединенных Штатах, которая должна вырасти до 4,7%. Так что инфляция продолжает стремительно расти. Но Федеральная резервная система по-прежнему придерживается все той же риторики, гласящей, что никаких инфляционных рисков нет и в скором времени ситуация все же нормализуется. Но после таких данных по инфляции веры в слова Федеральной резервной системы у участников рынков просто не остается. Для инвесторов это станет прямым указанием на то, что уже в ближайшее время все же будет повышена ставка рефинансирования. Вот только американская экономика к этому вряд ли готова. Процесс восстановления экономики только-только начался и ужесточение монетарной политики его неизбежно замедлит. Несколько иная ситуация с единой европейской валютой, которая хоть и демонстрирует некоторое снижение, но все же остается практически неизменной. Некоторый застой связан с полным непониманием того, чего же именно ждать от сегодняшнего заседания правления Европейского Центрального банка. С одной стороны, инфляция здесь гораздо ниже, чем в США, и кажется, что ее рост практически остановился, то есть все идет именно так, как и предполагает ЕЦБ. А значит, нет причин для беспокойства, и монетарная политика и дальше должна оставаться неизменной. Однако динамика цен производителей явно указывает на то, что рост инфляции все же может и не просто продолжиться, этот процесс вполне может ускориться. И если Кристин Лагард сегодня выразит обеспокоенность этим фактом, то для рынков это станет сигналом к тому, что уже в ближайшее время будет рассматриваться вопрос о повышении процентных ставок. А европейская экономика готова к подобному даже в меньшей степени, нежели американская. И если все именно так и произойдет, то единая европейская валюта действительно продемонстрирует довольно серьезное снижение. Что мы видим на графиках в ожидании оглашения итогов заседания ЕЦБ и данных по инфляции в США. Валютная пара EURUSD в период вчерашней американской торговой сессии проявила непродолжительную активность. Спекулятивный ажиотаж имел все же локальный характер, где в итоге котировка вернулась в исходное положение на уровне начала дня. Анализируя текущий торговый график, можно увидеть попытку пробоя уровня поддержки на 1,2160, но исходя из точек удержания цены относительно четырехчасового периода, имеет место лишь прокол уровня тенями свечи. Трейдеры продолжают анализ точек фиксации относительно уровней 1,2160 и 1,2200, так как это может указать на последующий ценовой ход. Пара GBPUSD в период вчерашнего торгового дня в очередной раз отскочила от района уровня канала 1,4172, где объем длинных позиций сократился, а на их место пришли позиции на продажу по направлению к нижней границе канала на 1,4100. Анализируя текущий торговый график, мы имеем первичный сигнал кардинального изменения в рыночном такте, где в ходе европейской сессии была наконец-то пробита нижняя границы бокового канала на 1,4100. Удержание цены ниже чем 1,480 на четырехчасовом периоде приведет к последующему росту объема коротких позиций, а это за собой откроет путь по направлению к отметке 1,4000. В противном случае мы можем увидеть ложный пробой и возвращение цены в границы прежнего бокового канала. А на этом у нас пока все, мы продолжаем следить за развитием ситуации на финансовых рынках. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостей вместе с нами. До встречи!